Всем привет, с вами Джей. В этом видео будет объяснение сюжета в хронологическом порядке, первой части легенды о разорении династии, возможно спойлеры, так что будьте готовы. Фильм начинается со знакомства с главным героем по имени Целинь, который является сиротой и работает в местной таверне. Этот день ничего ему не предвещал, но оказалось, что сегодня в этом заведении остановилась столичная экспедиция из Гланорта, вернее Нур Гланорта, да, с целью поймать духовного зверя Бинкмо, ледяной енот, для брата Шэнь Ин. Целинь знакомится с Шэнь Ин, который является последователем второго лорда Дарка. В этот момент на них внезапно нападает духовный зверь Ледяной Клык, который убивает всех внутри помещения, только Целинь и Шэнь Ин успевают убежать. Видать, экспедиция допустила ошибку и они вышли на зверя, который оказался слишком силен. Ледяной Клык преследует и атакует Шэнь Ин, несмотря на ее усилия, он протыкает ей плечо. Затем он настигает Целинь и также ранит его ледяным шипом. Сильвер получает приказ от Серебряных Жрецов, что ему нужно взять Целинь своим последователем. В это же время Жрецы дают приказ Терея присоединиться к второму властителю Дарку, чтобы они убили пятого властителя Фэнгвена и его последователя по имени Лотос, которые совершили предательство по их мнению. В книге уточняется, что Дарк единственный, кому Жрецы отдают приказы по убийству других властителей за предательство страны или жрецов. В следующей сцене мы уже наблюдаем, как Дарк атакует пятого властителя с непонятным челиком на его спине, применяя способность Призрачное Зеркало, которое способно создать копию противника только в том случае, если враг слабее второго властителя, люди без духовной силы в нем также не отражаются. Пока Фэнгвен дерется со своей копией, Дарк пытается узнать, что это за Шкет, ради которого его послали на миссию. Но Шкет оказался не из простых и в один прием делает Дарка правшой, лишая его руки. Оказалось, что это не просто парень, а один из тройки жрецов, который временно воплотился в человеческое тело. Ранее он встретился с Лотос и Фэнгвеном, когда они тренировались в коридоре бездны и рассказал им все тайны о происхождении жрецов и о том, что может случиться с этим миром, если Серебряные Жрецы освободятся от сдерживающих оков. Из-за этого другие жрецы дали команду, чтобы Лотос с братом были уничтожены, обвинив их в предательстве, просто потому что они узнали всю сущность жрецов. И то, что бывший первый последователь Гильгамеш, который по приказу Серебряных Жрецов находится в вечном заточении, не был предателем, а также узнал их тайны и был настолько могущественен, что жрецы не смогли бы его уничтожить и только таким способом его можно было сдержать. В общем, жрец решил предупредить, что им нужно освободить Гильгамеша, так как он единственная возможность спасти континент от этой угрозы. Позже Сильвер встречается с Вэнгвеном и они отправляются к жрецу, которым сказал, чтобы они поспешили на Бессмертный остров, чтобы найти Хилюра шестого последователя, и позже тело жреца разлагается. Тем временем в столице мы видим, как Шанин нападает на Лотос, вытаскивая оружие в стиле Завулона, но она успевает убежать в Усыпальницу Душ. Целинь с Сильвером также прибывает в столицу, затем Целинь отправляется прогуляться по городу и случайно попадает в коридор, где находится портал в Усыпальницу Душ. Встречает шестого последователя Юку, который нападает на него, и он случайно проваливается в портал. Чуть позже появляется Сильвер и нападает на Юку, но понимает, что Целинь в одиночку там не выживет и встает перед ней на колени, чтобы она помогла его ученику оттуда выбраться. Целинь, Лотос и Юка встречаются в Усыпальнице и понимают, что им одновременно поступил алерт от жрецов, что их оружием должно стать цепь возрождения. Совпадение не думаю, это была задумка жрецов, чтобы последователи перебили друг друга, так как находясь в этом месте, они могли случайно освободить Гильгамеша, потому что их способности подходили до прохождения испытаний, и поэтому чуть позже их вытащил в зелах обратно в столицу. Но герои смогли разобраться, что к чему Юка выбирает лук, Целинь, сломанный меч. Не без приключений, отбившись от атаки древнего духовного зверя благословения, они спасаются благодаря Целиню. Когда они добрались до выхода, кто-то поменял рамы перемещения, и они оказались в руинах Утула, где на них напали мертвые души. Но их спас и помог выбраться оттуда третий властитель зелах, чья способность управления над пространством и временем создания рам перемещения. Наша троица возвращается в столицу, встречает Сильвера и после недолгого диалога решает отправиться на бессмертный остров, чтобы найти пятого властителя Фэнгвена, который отправился туда на поиски пропавшего шестого властителя Хилюра, как мы уже знаем по наставлению сбежавшего Серебряного Жреца. Тем временем на бессмертный остров уже прибыли Тирея со своим последователем Нионом и Дарк с Шэнь-Инь. Лотос встречает своего брата, но их тут же атакует Тирея с Дарком. Происходит красочная графонистая погоня, в ходе которой Дарк ранит Фэнгвена, и он вместе с Лотос использует свою способность контроль духовных зверей, призываясь со дна океана. Но потеряв силы, они теряют контроль и звери бросаются на всех подряд на острове. Воспользовавшись суматохой, Лотос пробирается вглубь острова и находит Хилюра. Тем временем Фэнгвен встречается с Зеллахом и просит о помощи жителям ближайшего города Риена от монстров, если Фэнгвен умрет и потеряет окончательный контроль над ними. В следующей сцене мы уже наблюдаем очередную тактическую глупость маглов, которые вышли за пределы стен оборонять город, но им на помощь приходит Зеллах с читерским скиллом замедления времени и помогает отбиться от духовных зверей. Происходит взрыв на острове, Тирея приказывает всем властителям убить Лотос, так как Хилюр передала ей свою способность, ее сила возрастет во много раз. Ох уж эта женская зависть. Лотос, чувствуя, что дело пахнет жареным, вместе с Фэнгвеном решает свалить куда подальше, но за ними назначается погоня. Фэнгвен понимает, что им не оторваться, жертвует собой, выигрывая время для Лотос, которая теперь стала первым двойным властителем за всю историю. Лотос хочет отомстить, но из-за конфликта обратных цепей духовных сил она не в состоянии вести бой. Тирея посылает очередную погоню, так как это самый подходящий момент, чтобы убить Лотос, пока она слаба. Но в какой-то момент Сильвер атакует своих соратников и сбегает вместе с Лотос. В фильме этот момент не особо понятен, что вообще произошло, но слава книгам, где это событие описывается более подробно. Во время всей этой заварушки, Лотос мысленно связалась с Сильвером и сказала ему, что знает где искать Гигамеша и позвала его с собой, поэтому он бросился за ней без раздумий. Дальше идут финальные кадры, Целиньюк открывается друг другу, Тирея рассказывает Дарку секреты Империи и они начинают вести свою игру. Лотос рассказывает Сильверу то, что ранее произошло с ней и ее братом. Также ведут душевную беседу, готовясь к освобождению Гигамеша. Вот это конец обзора, надеюсь вам было все понятно. И в принципе в фильме, если так посмотреть, тоже все понятно, но я лично понял все после того, как только прочел книги. И только тогда я смог разложить все по полочкам. Если понравилось, оставляйте свой фидбэк в виде комментариев, лайков, делитесь этим видео в соцсетях и так далее. В ближайших планах еще несколько видео по этой вселенной, так что чем больше будет фидбэка, тем больше у меня будет желания делать еще больше видео. Всем спасибо, с вами был Джей. Субтитры сделал DimaTorzok